Песня. Ну, значит, мы остановились на том, что я рассказывал разные страшные вещи про то, какой бывает сегодня психология. Я продолжу эти страшные рассказы для того, чтобы стало понятно, почему, как и с чего появилась вдруг христианская психология. Ну, странно было бы, если бы появилась христианская физика. Или химия. Но почему-то появилась христианская психология. Когда в свое время штурмовики ворвались на лекцию Эйнштейна, они сказали ему, начали там стирать с доски все, что, значит, он объяснял и рассказывал. вот, и потом, значит, сказали ему, что это не арийская физика, на что он сказал, что, по его мнению, арийская физика – это такая же нелепость, как цыганская химия. химия. Вот. иначе, если бы, скажем, врача, да, а где-то психотерапевт и врач – это, в общем, где-то близко что-то, да, то, наверное, не будет большой разницы между врачом-мусульманином и врачом-христианином. Даже мы знаем, был известен очень врач мусульманин, Хабицена, который известен не меньше, чем Гиппократ. И даже более того, Гиппократ, язычник, да, но вот его кляпку Гиппократа, если там всю преамбулу в честь там богов отодвинуть, за скобки, то она и сегодня, так сказать, распространена во всех христианских странах. То есть мы видим, что даже врачебное искусство, врачебная деятельность, в общем-то, как-то не очень зависит от взглядов религиозных человека. Вот. Я подозреваю, что даже буддийский врач все равно остался бы врачом, хотя мы знаем, что Будда назвал две самые грустные специальности, профессии у людей. Это профессия хлебороба и профессия врача. Потому что это профессии те, которые только усиливают стрижную жажду жизни и следовательно продлевают все это безобразие, в котором мы живем. Но про Будду все ясно, он был травматиком, он рос в очень мягкой такой среде, и поэтому все его вот эти три легендарные выхода в свет, когда он увидел старость, смерть и болезнь, они глубоко его потрясли, поэтому что ж там тут, так сказать, ожидать от него чего-то другое. Вот. Но даже буддийский врач, который знает, что занимается самым гнусным делом на земле, продлевает сансару и усиливает тришну, вот, все равно остается врачом. Почему же тогда христианская психология? Ну, начнем, наверное, с самого страшного. Если так начинать, то по-крупному. Вот есть такое движение, New Age, может быть, мне даже подскажут, что это такое. Я не имею диамет, но я подозреваю, что это что-то очень эзотерическое, что-то очень неоязыческое. Вот. У них есть вполне такая себе психологическая ассоциация, которая называется «Путь к себе». Вот. Она имеет даже свои какие-то магазины, свою литературу, музыку, значит, кухню и все остальные, так сказать, ребамбасы. Вот. И вот очень интересно рассуждение практически о некоторых явлениях, ну, о которых, может быть, говорить не очень как-то следует, но куда нам, психологам, от этого делся, если такие явления бывают. Вот, например, рассуждение об инцесте. Значит, что нам говорит психолог, принадлежащий к этому движению New Age, являющийся членом ассоциации «Путь к себе». Психолог говорит, что поскольку человек, это вот не даже ребенок, это не ребенок, а это тот, кто уже там много-много лет прожил и много разных жизней прожил, вот. И это вполне, так сказать, взрослое существо, с большим опытом, его жизнь здесь и сейчас, это воспоминание о прошлом, он вспоминает свой, значит, предыдущий жизни, свой предыдущий опыт, то, таким образом, помогая ему вспомнить все, что было с ним раньше, мы этим помогаем ему стать самим собой. Ограничивать его, это все равно, что ограничивать всеведение Бога. То есть это значит просто на корню глушить его, как вот эту вот многопожившую личность. И поэтому инцест, причем даже однополый, считается там благом, потому что это помогает ребенку вспомнить себя и таким, и таким, и таким. И когда им справедливо возражают, но ведь остается же страшное чувство вины у ребенка и травмы большие такие психологические, да, остается травма. Они говорят, что травма остается из-за чувства вины, а чувство вины возникает из-за установок общества, которые есть. То есть, таким образом, нужно бороться не с педофилией, нужно бороться не с инцестом, нужно бороться, и дальше прямым текстом написано все про нас. С иудео-христианской моралью, то есть с библейской моралью, существующей в обществе. И источником травматизма психологического, они считают наличие в обществе вот этой, значит, христианской морали. То же самое их рассуждение, там, скажем, о наркотиках, что, значит, ограничивать вот ребенка и уберегать его от употребления наркотиков, это значит уберегать его от путешествия в разные, так сказать, другие состояния своей души, и опять-таки, значит, глушить его вот этот вот трансцендентный опыт. Ну, не знаю, мне, честно говоря, даже не хочется дискутировать на эту тему, вполне так просто сразу сажать, а расстреливать еще во время этапирования суду при попытке бедства, чтобы уже не было никаких просто надежд на оправдание, на вынесение оправдательного приговора. Вот. Но, тем не менее, вот мы видим, что вот что есть, то есть. Существует, значит, психология Раджиниша. У Оша Раджиниш, знаете все, кто это был такой большой эвантюрист. Так вот, он очень интересно и своеобразно прочитывал, в том числе и Евангелие. Он говорил, вот посмотрите внимательно в Евангелие от Луки, кого из сыновей отец любит больше, того, который блудный, или того, который остался с ним? Ну, ясно же того, который был блудный. Отсюда он говорит, что вывод такой, что это нормальный путь любого человека. То есть, путь выздоровления, это путь пуститься во все тяжкие. Это ничего на самом деле не сдерживать, а, значит, давать себе во всем полную свободу. Вот. И тогда, значит, ну, может быть, просто со временем это надоест. Или, наоборот, так понравится, что только этим и будешь заниматься. Но зато будешь психически здоровым. Вот. Ну, вот, что касается, скажем, возьмем вот этой конкретной темы. А какой взгляд на это дает христианская психология? Христианская психология говорит, что это вид, сексоголизм, это один из видов зависимости. Это серьезная зависимость человека, которая возникает вследствие глубоких травм в человеке. И для него это как некоторая анестезия. То есть, зависимость может быть разная. Может быть, алкогольная, наркотическая, сексуальная. Может быть, зависимость игромания. Ну, и там, зависимость от экстрима, еще от чего-то. В общем, самые разные формы зависимости. То есть, таким образом, вот, это поведение зависимое, оно обеспечивает человеку, ну, некоторую анестезию его травм. То есть, грубо говоря, это если у нас капает с потолка, мы взяли и заклеили это место, откуда капает, в резерву. И какое-то время у нас не капает. Потом, правда, почему-то так вздулось и рухло. Простите, я как реставратор все время использую какие-то, какие-то специфические образы. Вот. Но можно снова заклеить, можно поступить по-другому. Можно сколоть штукатурку, наверное, это больно. И посмотреть, а откуда же там капает. И выяснить, что вообще-то перекрытие хорошее, но вот крыша плохая. И просто отремонтировать крышу. Вот. Так вот, то, что предлагает психология христианская, это как раз вот тот самый момент по вскрытию проблемы. И потом по лечению этой проблемы. Вот. А то, что предлагает Коша Рожниш, это равносильно тому, что мы возьмем алкоголика и будем каждый день его усиленно поить. надеясь, что или ему надоест, вот, или само пройдет, потому что он умрет. Вот. То есть, таким образом мы видим, что вот их рекомендации на самом деле еще больше усиливают зависимое поведение человека и подсаживают его на его же собственный невроз, на его же собственную травму. Понятно, что такие люди нескоро вырываются из лап этих психотерапевтов и продолжают нести туда свои денежки. Вот. Я помню, у меня как-то одна девушка попросила сопроводить ее в одну квартиру, вот, потому что она, хозяйка ей заказывала перевод. И она переводила, подрабатывала. Но каждый раз хозяйка ей как-то очень так усиленно пыталась промывать мозги в стиле Оша Рожниша. И она очень хотела, чтобы я хоть какое-то слово сказал этой хозяйке, ну, в качестве контраргумента, потому что она чувствовала, что что-то тут не так. Но самое смешное было то, что в это время у нее было собрание, община. И нам пришлось 40 минут стоять под дверью. Угадайте почему. Чтобы они оделись. Потому что они так проводят свои собрания. Понимаете? Представьте себе, интеллигентные люди собираются в квартире, раздеваются до нога, медитируют и говорят о высоком. И занимаются низким. То есть, в общем, действительно, полная, как бы, такая картина, ну, мне кажется, не то, что исцеления души, а окончательного ее погубления. Ну, я вам говорил об успешной психологии. На нашей почве, я знаю, существует движение, которое организовал психолог такой Козлов. Вот. И, по-моему, в Украине тоже его хватает. Вот. У него миллионами тиражей там выходили книжки, типа, философские сказки для людей, обдумывающих свое житие, и так далее, и так далее. А система его называется синтон. Вот. Есть у вас общество синтонное? Ну, а что мы не люди? У нас цена тоже надо. Чем мы хуже? Чем у нас синтона нет? Вот. Вот у него смесь успешных семинаров и рожниша. То есть, у него психология, значит, преодоление всякой стеснительности и всяких, так сказать, табу, и всяких травм в отношении секса, любого, гомосексуального, гетеросексуального, и так далее, и так далее. Вот. Там же практикуются такие веселые игры в раба и рабыню, и с переменной ролей. Вот. И там игры, типа, там, поцелуй туфли Гитлера, или там побег из концлагеря, вот. Заранее все дают подписку о том, что в случае полученного травматизма никого к суду не привлекать. Вот. Потому что там вот этот побег из концлагеря, там натягивается такая веревочка, которая символизирует проволоку, по которой бежит ток, и кого-то время от времени объявляют убитым. Так в итоге спасается тот, кто реально, на самом деле, то есть конкретно, спаскивает этих условно убитых к этой проволоке, и по ним забирается, как по лестнице, и перешагивает через эту проволоку. Понимаете? Научить человека не фигурально, а физически ходить по головам и по трупам, это, конечно, высокое мистерство. Вот. Так что вот такой вот феномен этого Козлова с его симптомами. Вот. Ну и, в общем, многое-многое другое. Надо бы еще, конечно, страшных вещей не рассказать. Ну, не знаю, я не знаю, есть ли у вас детковцы. Есть. Да. Последователи Порфирий Иванов. Есть. Наверное... У меня еще и тема России. Вы знаете, что я еще и эго-поселение. Детические русы. Это я вообще не знаю. Вот. У вас, наверное, нет, потому что у вас тепло, а они очень любят моржевание. Есть, есть, есть. Есть, да? Но, как во всякой цивилизованной стране, тоже есть. Вот. Но самое интересное, это то, как называл сам себя Порфирий Иванов. Вот. Дело в том, что его детка, она продолжает расшифровываться, у него очень плохой почерк. Вот. И, так сказать, потихонечку выходит отдельными порциями. Каждая новая порция, это очередная жемчужина. Он в одной из последних, вот, расшифрованных его тетрадок, значит, назвал себя пупом этого места и воплощением Бога Отца на земле. Вот, говорит, приходил Бог Сын, но и не помогло. Пришлось прийти Богу Отцу. Это Он. Собственной персоной. Вот. При этом самое интересное, что, значит, несмотря на то, что некоторые считают его христианина, он, тем не менее, почему-то обязательно снимал крестик с тех, кто приходил, потому что, говорит, это нехорошо, как-то тут человек повешили, смерть какая-то, на себе носить это нельзя. Вот. А когда посвящал своих адектов в очередной какой-то, так сказать, рамках, он их заряжал, беря за руку и за руку, и заряжал своей, так сказать, вот могучей энергией и таким образом преображал. Вот. И, в общем-то, при том, что там какие-то есть хорошие моменты, да, там пожелай всем хорошего на все четыре стороны, повернись и на север пожелай всем хорошего, и на юг пожелай всем. В общем, как-то так. Вот. Плеваться не надо. В общем, такое хорошее учение. Вот. Тем не менее, все равно получается, что сеется недоверие к врачам, к медицине, к человеческой деятельности, к человеческой культуре, к человеческому сообществу. А призываются уйти, в общем, непонятно куда. Даже нельзя сказать в Гринпис. Но, в общем, в какую-то такую вот экологию, где фотография вот самого, значит, Порфирия Иванова, она уже обладает исключительными целебными свойствами. Таким образом, мы видим, что психология очень сильно зависит от тех школ, которым она принадлежит. Если мы чувствуем эту разницу даже на уровне признанных школ психологии, то тем более мы ее чувствуем, когда переходим к тем направлениям психологии, которые не признаны или вообще являются инструментарием тоталитарных всех. Но вот психология, которая себе активно пробивает путь в официально признанную легитимную психологию, это так называемая трансперсональная психология. Основатель Илгров вначале экспериментировал с только что открытым тогда препаратом ЛСД и получил исключительные терапевтические результаты. Но потом выяснилось, что ЛСД это синтетический наркотик, и он был запрещен в терапевтической практике. И тогда трансперсональчик, вот этот Илгров основатель трансперсональной психологии, он тогда стал искать другие способы некриминального выхода в трансперсональное состояние. И в конце концов нашел это так называемым холотропным дыханием. То есть при гипервентиляции легких, усиленном дыхании, происходит пересыщение крови человека кислородом, и в итоге возникает состояние такого измененного сознания. Ну, некоторая такая пьянень человека. Вот. И в этом состоянии измененного сознания предлагается расслабиться, а дальше врач может пытливо наблюдать, что происходит с человеком. а происходит с ним удивительно. Гроуф пишет, это просто удивительно наблюдать, что происходит за человеком. Кто-то кричит, кто-то корчится, кто-то принимает позу эмбриона, кто-то значит имитирует движение каких-то животных, кто-то еще что-то. Наблюдать за этим страшно интересно. Одна женщина два часа испытывала состояние похожее на оргазм, и при этом измучилась страшно. Не знаю уж какая терапия с этого получилась. То есть по сути дела происходит такое хакерское вмешательство в психику человека. Это как бы хакерский взлом тех защитных барьеров, которые существуют. И дальше просто пассивное наблюдение за тем, а как после этого глючит, крючит и колбасит этого человека, и как, что с ним происходит. И, наверное, ему потом хорошо, потому что, наверное, в этот момент что-то плохое из него тоже вышло. Но при этом, понимаете, как, допустим, что человеку стало лучше, потом это снова накапливается, и снова нужно его таким образом подвергать такой своеобразной чистке. Но работы-то все равно никакой нет, ведь самое главное, это все-таки терапия души. Здесь же происходит просто какой-то взлом и открытие шлюза. При этом те люди, которые проходили сеансы холотропной психологии, они очень за них держатся. И это тоже подозрительно. Какая самая нормальная реакция у человека, который прошел сеанс лечения у психотерапевта? какая самая нормальная его реакция на этого психотерапевта и на эти сеансы? А? Благодарить и проститься. Ну, или, по крайней мере, при встрече даже не поздороваться, потому что это хорошо. Психологи говорят, что это хорошо. То есть, когда человек уходит не потому, что он обиделся на что-то, а потому, что он здоровый, то единственное, что просят, чтобы вот эта обратная связь осталась только для одного. Что видеть вас не хочу, потому что мне хорошо, и я не хочу вспоминать, что было со мной раньше, о том, какой я был раньше. И это нормально. Вот. Здесь же возникает обратная ситуация. Ну, скажите, вот, к примеру, кто-нибудь из вас рвал зуб когда-нибудь? Кто? Много. Скажите, вы с большой любовью ходите на каждый праздник поздравить того, кто вырвал вам зуб с праздником, там, пообщаться как-то, вспомнить то событие, которое так тесно связало вас вместе и подарило такие незабываемые впечатления. как его имя отчество, какого он роста. Руки, я, допустим, думаю, вы еще помните, а глаза. А какие глаза у него в тот момент, когда он срывался. Вот. Я думаю, не сильно отличаются и, допустим, воспоминания или отношения хирургу, который вырезал аппендицит, если кто-то подвергался такой процедуре. Вот. Здесь же происходит какая-то удивительная вещь. Здесь происходит действительно подсадка на вот этого холотропного, трансперсонального, прошу прощения, психотерапевта, и есть подсадка на эти сеансы. то есть они ну действительно как наркотик действуют на человека. Вот. И ну если уж это все начиналось с ЛСД, то я думаю, что и кончилось недалеко от этого. Что касается самой скажем так антропологической базы этой психологии, то это тоже нью-эйдж. то есть значит сам Грох был убежден, что таинство крещения это было не что иное, как притапливание значит крещаемого, и когда уже он начинал задыхаться значит и терял сознание, то это вот в этот момент происходило состояние значит транса, и в этом трансперсональном состоянии он и обретал новую жизнь. То есть он готов научить нас как надо крестить, таки его посильнее будет сильнее преображение потом. Он уверяет, что афонская мистика это мистика основанная на холотропном дыхании. Я понимаю, когда он говорит об практике шаманов или еще что-то, там действительно очень много общего с трансперсональной психологией, но как простите трезвенническую практику умного делания соединить с холотропным дыханием это и с трансперсональной психологией это просто невозможно. так что во многом он как бы объясняет свою психологию он фальсифицирует просто откровенно фальсифицирует факты. Ну вот как бы такой обзор к чему значит приводит психология. а значит мы видим что психология очень сильно зависит от школы и от тех антропологических основ на которых она базируется. И даже если мы возьмем признанные отработанные какие-то системы школы такие официальные все равно мы видим какая существует разница. вот что такое скажем воспитание по учению бихевиористской психологии. Воспитание это приобретение человеком ребенком различных навыков ролей путем дрессировки как собачку Павлова путем дрессировки значит с положительным и отрицательным подкреплением то есть наш ребенок должен усвоить роль ученика он должен усвоить роль профессионала то студента потом роль профессионала роль гражданина роль сына роль мужа роль отца ну и так далее и так далее вот то есть воспитание это некий репертуар репертуар ролей вот и практически если мы с вами обратимся к американскому искусству то мы увидим что одно из главных тем этого искусства это является борьба с воспитательной системой вот и много таких есть и фильмов и произведений это природа благослови детей зверей там это ну вот очень многое просто пальцем попадаешь и мы видим что где-то там подспудно сидит это и вот самый яркий пример бихевиористской психологии мы видим в картине заводной апельсин помните да то есть там совершенно физиологическим способом дается на каждую картинку отрицательное положительное подкрепление вот такая картинка идет положительное подкрепление такая разряд тока вот и когда значит выстраивает его поведение таким образом чтобы он не убрать его склонность к агрессии вот то в конце концов там показывают вот кадры помните да фашистской кинохроники которая идет под музыку Бетховена «Одак радости» из девятой по-моему симфонии а потом у него вырабатывается такой стойкий значит такая стойкая реакция на это что когда потом человек который мечтал ему отомстить он ему мстит очень изящно его ловит запирает в доме и включает эту подук радости и он бросается из окна вот помните да этот сюжет то есть вот пожалуйста вам бихевиористская психология вот лежащая на таких вот основаниях вот каким терапевтическим практикам она может прийти вот следующий аспект на котором хотелось бы сосредоточиться это если мы говорим психология и говорим христианская то надо посмотреть а есть ли вообще точки соприкосновения у нас с христианской религией и с психологией вообще есть ли точки соприкосновения у религии и психологии вот и на самом деле ну спрашиваем батюшек от них же первый есть ас и выясняем что никаких точек соприкосновений нет так во всяком случае на многие говорят вот включаем наше такое вульгарное обыденное представление и у нас что-то такое получается что религия и скажем так религиозная практика это что-то такое прескриптивное наверное как сказал бы Александр Семенович да то есть там нам предписывается какое-то поведение и даются какие-то установки как надо а так представляем все ну таким вот обыденным сознанием вульгарным таким взглядом психолога а психолог говорит ну ничего ну хорошо ну ничего ну кто-то любит девочку а ты любишь мальчика ну у кого-то папа и мама у тебя папа и папа то есть вроде как психология область чего-то все-то сголеного а тут наоборот область сплошной запрет и у нас так сразу представляется что вроде религия это как бы такая стена закона говорим закон подразумеваем благодать потому что закон и благодать близнецы брак кто более из них матери церкви цели мы говорим закон и думаем о благодати говорим благодать подразумеваем закон сам сочинил сейчас ну вот значит и представляется что это некоторая область закона некоторого прескриптивного поведения такой кодекс действуй строго по уставу завоюешь честь и славу и спасение тебе обеспечено и с душой все будет хорошо и с телом тоже а психология что это такое это то чем обычно ругаются ну вот психология всякая пошла батюшка ну как нормальное такое душепопечительство ешь землю что сладко не сладко а грешить сладко а там да у меня вы знаете это психология не надо вот это всякое оправдание это всякая психология нам кажется что это что-то вообще совсем совсем другое ну вот давайте попробуем все-таки набраться мужества и посмотреть какие-то основополагающие положения религии ну конечно самое главное от чем мы никуда не денемся это в религии есть понятие должностей то есть вот там есть это каким должен быть человек а в психологии это нет что можно что нельзя что добродетель а что преступление и создается впечатление что больше всего религия похожа на юриспруденцию заповеди на некоторый кодекс моральный кодекс ну а если мы будем рассматривать психологию то психология больше похожа на медицину на терапию где главным становятся такие понятия как диагноз врачевание исцеление и поскольку религий много словосочетание христианская психология у психологов например вызывает не меньшую идиосинкразию чем у священнослужителей когда они слышат то же самое словосочетание и если мы посмотрим какие-то другие религии то возможно мы придем к выводу что невозможна религиозная психология возможно ли иудейская психология 306 плюс 10 316 заповедей правда иудеи говорят что маловат они в общем как-то серьезно упрекают Маймонида что он все-таки он не сел и не подумал еще немножко побольше потому что ну куча вещей осталось неохваченными этими заповедями 10 заповедей моисеевых 306 маймонидовых 316 было бы ну хотя бы там 3016 уже было бы легче жить вот при этом что мы можем видеть об этих заповедях что существует непреодолимый императив исполнить эти заповеди вот как хочешь но их надо исполнять а если заповедь невозможно исполнить потому что нет случая ее применить как ее исполнить и тогда приходит к очень расширительному толкованию заповеди ну например вот такая заповедь чуть не сказал не вари рака в молоке матери спутал не вари козленка в молоке матери рака не едят это из кашлы вот не вари козленка в молоке матери вообще-то это очень яркий языческий образ если понимать это все как есть в этих символах что такое молоко это жизнь правильно мать дает посредством молока жизнь своему ребенку если это самое молоко становится инструментом смерти убийства ребенка то тогда это очень сильное колбонство то есть это действительно какая-то очень крутая сильная магия которая отвратительна ведь на самом деле если мы будем смотреть и думать о том что же чистое что нечистое то мы увидим что нечистое это все-таки отвратительная магия вот что нечистое нечистое это вот этот языческий магический подход в изначально в изначальном своем значении и поэтому вот эту заповедь можно было бы трактовать как не занимайся магией не занимайся чародейством и еще как-то по-разному но нужно же конкретно исполнять эту заповедь и в результате почему у меня вначале возникла это оговорка эта заповедь превращается вообще в какой-то пищевой запрет по которому молочную пищу можно вкушать за полчаса до вкушения мясной пищи а мясную пищу за два с половиной часа до вкушения молочной вся посуда включая ножи там ложки тарелки маркируется синеньким или красненьким цветом в одной готовят только мясные блюда в другой только молочные блюда соответственно невозможен бутерброд с сыром с колбасой с маслом с колбасой невозможны молочные сосиски и так далее и так далее и чтобы все вот эти пищевые запреты помогают исполнить эту заповедь не вари козленку в молоке матерь то есть мы видим что в конечном итоге вот это стремление обязательно исполнять заповедь оно приводит к какой-то очень странной практике ну например не разжигай в субботу очага в результате очагов-то нету и козлят не варят и очагов нету можно свет включать все не включать свет в субботу правда темно поэтому он включается сам от реле времени и сам от реле времени выключается но зато заповедь соблюдена знаете и таким образом таким образом если мы посмотрим другие религии ну например ислам где существует семь столков изла ислама вот где например есть такой категорический императив только не канта а ислама о том что каждый человек обязан быть милостивым и милосердным и дается путь исполнению этой заповеди этого наказа что для этого нужно платить налог там полный десяти но там по два процента да кто помнит 10 все-таки да мне казалось что там поменьше в год и в праздник накормить нищего налог заплатил нищего накормил ты милостивый и милосердный тебе справку могут выдать что ты милостивый и милосердный а какой-то на самом деле никто никого это не интересует вот и вот самое интересное что какой-то интересует только по сути дела одну религию христианство почему я скажем дерзаю считать христианство вообще единственной религией в полном смысле этого слова религия воссоединение воссоединение человека с Богом потому что остальные религии я не знаю зачем их назвали религией надо было назвать Кутиным вот или там законом или еще каким-то ну собственно говоря евреи называют свою религию закон а мусульмане называют свою религию покорность ислам закон покорность никто их религией не называет сами вот а вот смотрите в христианстве важно не исполнять что-то а быть каким-то по сути дела одна такая заповедь есть еще в Верховном Завете какая заповедь вот не завидовать то есть там вот есть о том что нужно каким-то образом что-то с собой делать то есть быть независливым вот все остальные это в общем ну где-то какие-то факты чего нельзя делать чего можно делать вот и наше представление о христианстве часто немножко неправильное мы его тоже пытаемся представить как закон как набор каких-то заповедей я видел книжку лежала книжка где было написано православное учение о семи смертных грехах во-первых такого православного учения нет во-вторых понятно стремление католиков какую-то дать законность но даже если у них смотреть все-таки поглубже то там это все-таки опять тот же самый перепех с Иоанна Касьяна Римлянина а речь нашла вначале о восьми пагубных страстях не о семисмертных грехах вообще не о фактах а о состояниях то есть таким образом мы видим что христианство и особенно православие это религия которая говорит об определенных состояниях души которые приводят к пагубным для нее последствия смерти души вот ну не будем останавливаться на этих страстях вы их наверное все знаете да или перечислить ну давайте перечислить значит есть плотские страсти с первой по четвертой четвертой почему-то тоже считается так это чревоугодие прелюбодеяние серебролюбие и гнев вот наверное все-таки три вот душевные да правильно с четвертой по шестую душевные гнев печаль уныние и две последние седьмая восьмая духовная тщеславие гордыня где здесь в этих восьми пагубных страстях убийство воровство нет потому что человек может совершить убийство не по неосторожности это не значит что его душа погубит он сам может быть переживает несчастный случай или еще что а вот гнев простите который приводит может привести к убийству это гораздо важнее может быть человек сидит в тюрьме в одиночной камере и не имеет возможности совершить там ни одного смертного греха можно его причислять к липу святых нет потому что то что ему не удается совершить греховных поступков совсем не значит что он правил и самое трудное в христианстве это то что надо кем-то быть а не что-то делать пришла одна женщина говорит батюшка я не могу проститься категорически ну батюшка такой мягкотелый слабое звено именно через него как объяснил мне настоятель и проникают люди просачиваются к причастию недостойные ну ладно говорит батюшка ну там рыбку нет не могу молочная нет я не могу поститься категорически не могу поститься ну ладно ешь мясо ну подожди куда ты побежал пост прости все долги все обиды попроси всех прощения не кури вреда это и вообще не ругайся мата даже 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 когда за долгая пауза спасибо батюшка я лучше попащу видите вот значит вот это представление что лучше что-то сделать чем кем-то стать что лучше что-то сделать чем измениться вот оно к сожалению есть и у нас тоже но на самом деле если мы будем все-таки воспринимать религию нашу христианство так как она есть то про нее сказал апостол Павел он сказал ну известны все дела там любви но на таковых нет закона вот сколько вы не бейтесь не дам я вам закона чтобы вы потом не сказали я это 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 сделал значит я люблю ты люби а дальше делай что хочешь ну конечно это тяжело потому что глаза разбегаются руки не знают что делать а надо что-то делать надо как-то меняться надо же как-то жить вообще как-то спасаться поэтому мы очень часто видим явление когда от религии переходят к закону когда все-таки вот совершается эта регрессия и когда человек наконец может удовлетворенно сказать я причащаюсь раз в месяц я каждый месяц неделю перед причастием пощусь я вычитываю правила молитвенные каждый день и так далее и так далее и так далее я могу принести справку от своего духовника что я крестьян потому что я все делаю и тут вот мне сразу вспоминается как один человек был послан на конкурс скрипачей а раньше на конкурс скрипачей посылали всегда двух скрипачей в советское время один как правило участвовал в конкурсе а другой почему-то его снимали еще на отборочных прослушиваниях его снимали и не включали в основную программу но он тем не менее терпеливо сопровождал всюду того скрипача который участвовал в конкурсной программе и потом благополучно смотрел чтобы он хорошо вернулся обратно на родину и такого скрипача называли скрипач штатского вот ну попался среди них один такой знаете добросовестный скрипач штатского вполне такой то есть он ну уж если посылают то уж не только следить за этим надо же в конце концов и поучаствовать вот ну и вот снимает его на отборочных ну ладно думаю сейчас этот тоже а этот получает третью премию и он как-то не выдержит он говорит за что в конце концов вы просто внимательно посмотрите вот я каждый день восемь часов пилю на этой скрипке поганой а он вообще через день и только два часа ходит по выставкам понимаешь книжки какие-то читает театр понимаешь смотрит ну за что ну я же вот лучше вы знаете это все правильно вы очень трудолюбивый добросовестный скрипач но в отличие от вас он музыкант а вы нет так вот задача христианина вот она действительно быть вот таким музыкантом а не талантливым усердным скрипачом ну я могу рассказать чем закончилась эта история трогательная про скрипача в штатском дело в том что потом был же заключительный вечер и победителем всем трех дали возможность сыграть на скрипке поганой работаем сейчас я вспомню мастера по-моему в армей да вот и вот они все играют а нашему ну особенно понравилось хороший инструмент нечасто в руках подержит он просится я еще сыграю там говорит пожалуйста сколько хотите играть и слушать будет до бесконечности и он еще играет и он опять говорит можно еще сыграть и тогда уже этот скрипач в штатском он нибудь держит говорит слушай нам еще по магазинам идти ну кончай ты вообще свою эту самую балалайку потому что нам еще в торговый центр там еще туда-туда ну когда же это все делать не понимаю не понимаю что он все там играет и тогда наконец один объясняет вы понимаете для него поиграть на скрипке погонений это как для вас пострелять из пистолета дзержинска дзержинска а значит а сколько у меня времени скажите сколько у меня минут осталось еще есть сколько пятьдесят пятьдесят пять минут вы уже вот он не по закону идет обалит не говори сколько он еще есть давайте плотнее вот не будем отвлекаться значит какое главное надо разобраться с понятием все-таки в данном случае получается я даже не психологию оправдываю я пытаюсь оправдать христианство я пытаюсь сказать что христианство вполне достойно того чтобы психологию назвать христианской ключевое понятие христианство грех ну скажем пастерское душепечистое так вот что такое грех кто знает перевод ошибка промах ошибка то есть не преступление а ошибка и вот все-таки разбираюсь читаю святых отцов что такое грех и как мы приходим к мнению что это вот скорее как симптом что такое страсть страшное слово такое преступная деятельность нет страстями называют и страдания христа это тоже страсть страсть это страдание это болезнь таким образом человека у которого одна из этих восьми страстей а может быть и все восемь можно назвать болящим страждущим страдающим то есть таким образом страсть это не вина и не преступление это болезнь человека который нуждается в исцелении а что такое наказание но первый момент который нам напрашивается первый ответ что это кара нет наказание происходит от слова наказ то есть это научение наказание это помощь доброе наказание да вот есть такое выражение то есть таким образом мы видим что с этой страстью существует работа определенная и эта работа это научение наказание чтобы избежать этих самых промахов досадных вот и наконец самое главное мы очень часто говорим о Господе такие слова как спаситель и искупитель ну это искупитель особенно это вроде такой юридический термин вот но если мы будем разбирать с вами у кого за сколько почем и как искупил человека Христос то дальше будут самые разные предположения выкупил у Бога Отца искупил у Сатаны то есть вообще все идет как бы совершенно непонятно но искупление это совсем другой термин я вас могу отослать к Мейндорфу восточное богословие где восточно-христианское богословие где говорится что искупление это как бы отпущение из тюрьмы под денежный залог то есть освобождение само слово искупление вот как оно звучит по-гречески я не помню посмотрите у Мейндорфа но это означает выпустить человека то есть ключевое значение слова искупление это освобождение освобождение его из тюрьмы из темницы греха ценой крови от Христа то есть в данном случае искупление это освобождение и наконец спасение тут я вас отсылаю к Отцу Януареву иврюм сотер происходит от глагола созер которое происходит от слова сома сома это тело то есть все что в мире существует существует в виде тел ну и куч вот куча это не тело может быть пол кучи четверть кучи одна восьмая куча а вот тело то что не делится вот сколько вот половинок удал он целый удал сам про себя так говорит я целый вот половинка стула это это другое что это просто половинный стул это не половинка кучи которая остается кучей то есть сома это некий организм это тело в значении целого там кстати по белорусски так и будет звучать целого вот и главол созу означает делать что-то опять снова телом целым вот и вот это слово телить оно к нам пришло в конце концов в белорусской транскрипции мы говорим целить то есть целить это восстанавливать тело значит спаситель сота на самом деле это врач целитель таким образом ключевые слова которые мы употребляем ко Христу это освобождение освободитель искупитель и спаситель в смысле целитель врач то есть таким образом мы видим что Господь он с нашей душой делает следующее во-первых освобождает ее от темницы греха говоря психологическим языком освобождает от зависимости и исцеляет ее спасает то есть восстанавливает ее целостность и вот учитывая все это я дерзаю сказать следующую мысль что на самом деле психология она только и может быть христианской потому что по настоящему психология и должна заниматься тем тем же другими там способами чем занимается христианская практика если мы будем говорить о религиозной психологии то религиозной психологии тоже психология может быть только христианской никак не иудейской никак не исламской и уж тем более никак не языческой. Ну и тогда вам остается, так сказать, уже прям сразу наготовенько дать некоторые, может быть, уже готовые ответы, что такое христианская психотерапия, так, как их дает священник протеерей Андрей Лоргус. Христианская психотерапия – область профессиональной практики, оказание помощи человеку с психологическими, социальными и личностными проблемами, и духовными проблемами, такая терапия предполагает наличие психотерапевтического контакта между терапевтом и клиентом, обозначающего ответственность сторон, мотивированность, ограничение, предупреждение, договор о соблюдении определенных условий. Терапия может быть направлена на решение конкретной проблемы, запрос, а также иметь неопределенную направленность, предполагающую уточнение запроса в ходе работы. Христианская психотерапия рассматривается как практика себя, являющая всегда изменением, развитием, а не получением услуги специалистов. Терапия направлена на получение человеком нового опыта себя, восприятие мира, познание своего внутреннего мира, расширение осознанности своих стратегий, целей и задач, своего представления, своих представлений и моделей. Терапия, в частности, направлена на максимальную информированность о себе, реализм, осознанность личных устремлений и выборов. Терапия может быть направлена на глубокие изменения личных установок, стратегий, навыков и способов решения своих проблем. В терапии есть пространство и условия обретения нового опыта. Опытная площадка по изучению и изменению себя. Создание такого пространства и есть задача психотерапевта. Создание пространства. И следующее положение, на котором базируется христианская психотерапия, христианская психология. Это положение христианской антропологии. Сотворенность человека Бога по образу и подобию своему, с высочайшим замыслом и призванием человека быть сыном Бога. А это значит, что сам человек, все его бытие, осмысление и все происходящее с человеком имеет для него личное значение. Личность человека, как сотворенного Бога по своему подобию, человек никогда не сводим к своей природе, духовной, телесной. Человек всегда суверен своего бытия. Духовность человека, как приоритетную природную характеристику человека. Человек более дух, нижней плоть. Человек есть и дух, и плоть. Человек одухотворяет все вокруг себя, что осмысливает и творит. Человек обладает реальной духовной и личностной свободой, что определяет образ его ответственности за себя, нравственные ценности и выборы. Человек духовно и личностно бессмертен, что раздвигает горизонты его мытья, определяет границы ответственности за свои поступки и выборы, расширяет область его стратегии. Человек включен в семейно-родовую систему, что означает, что он должен осмыслить себя в богатстве взаимоотношений и семейно-родевых связей. То есть самое главное в христианской психологии это все-таки видеть перед собой человека как бога с данной личностью. А себя воспринимать не как Господа Бога, не как субъекта, которому дам некоторый объект для его работы, для его воздействия, а как такого же субъекта и сеанс психотерапевтический это на самом деле встреча. Встреча, где происходит обмен смыслами. И обмен смыслами, который обогащает не только клиента, дает ему почву под ногами, помогает создать ему вот эту площадку работы над собой, но и оказывает существенное влияние и на самого психотерапевта, как встреча человека с человеком, бога с данной личностью и бога с данной личностью. По-моему, все. И все. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Вы убедительно, отец Петр нам рассказали и много поучительных примеров. Мне кажется, что те, кто боятся словосочетания православной психологии, они имеют на это веские основания. Я просто сейчас говорю не как теоретика, а как человек, который видел много примеров. Как мы можем, например, отличить психическое заболевание от, например, одержимости? И как мы можем провести ту тонкую грань, которая называется, с одной стороны, духовное кормление, а с другой стороны, психологическая терапия? Условно говоря, если, например, есть священник, а есть психолог православный, то в какой точке священник должен понять, исходя из вашего лекции, что это болезнь психологическая и он должен послать этого человека к психологу? Мне кажется, что это очень тонкие грани, и я бы не решился дать ответ на эти вопросы. Ну, я могу сказать, что есть твёрдое ощущение того, что всё-таки священник не должен заниматься психологической работой с клиентами. Более того, если он этим занимается, если он по профессии психолог, то это не может быть, скажем, за аналоем, это может быть где-то у него в кабинете, где он будет там, скажем, вести приём, может быть, даже в партикулярном платье, вот, и будет действительно говорить как психолог христиан. Вот. И существует убеждение, что и психолог не должен подменять работу священника, не должен назначать там эпитимий, не должен определять, скажем, как-то, не должен превращать общение с клиентом в исповедь и отпускать ему грехи. Вот. Психолог может помочь человеку прийти к священнику, прийти в церковь, подготовиться, значит, как-то к тому, что необходимо исповедь и так далее, и так далее, и так далее. Но, как бы, само совершение таинств – это не его прерогатива. Вот. Мы знаем, конечно, опыты, когда священник превращается в психолога-любителя или в психолога-профессионала. Мы видим случай, когда там психотерапевт переходит границы своего, своей компетенции, и это на самом деле плохо. Вот. И когда мы… Я сказал бы так, что чем больше священник лучше понимает свою пастырскую деятельность, тем меньше у него будет желания заниматься психологией, искать там какие-то подручные средства, потому что, ну, это… Он поймет, что у него достаточно работы без этого. Вот. И очень многие священники, не многие как раз наоборот, но создавали у себя на приходах, в том числе, вот, первая психологическая консультация была создана духовником Москвы, протеорием Георгием Греевым, именно потому что он понял, что вот есть, как бы, нужда в этом. И вот психологическая консультация «Семейное благо» межприходская, которая существует в Москве, из университетских чат психологов, закончивших МГУ, вот, а это именно вот та служба, которая была создана батюшкой, который пастырь не только овец, но и пастухов, духовник епархии, епархии, пастырь-пастырь, понимаете? Вот. И самое главное, что чем больше он знакомился вот с их деятельностью, тем больше он убеждался в правильности этого решения, вот, что это совсем не значит, что надо священнику чуть-чуть вот еще дать какой-то небольшой компендиум знаний, и тогда он будет, ну, совсем уже и священник, и психолог в одном лице. Он все больше и больше убеждался, что это был правильный выбор, что это разные, значит, разные деятельности. Вот. Что касается информированности, мы убеждены, что священник должен представлять себе работу психолога, для того, чтобы лучше понимать, кого он к ним посылает. Что вот этого человека нужно посылать туда. Ну, допустим, вот, человек кается в одном и том же, все одно и то же совершает, и уже просто доходит до какой-то истерики, уже готов вообще перестать ходить исповедоваться, потому что, что же это такое? Он исповедуется опять то же самое. То есть у него совершенно какая-то невротическая такая зацикленность, и ясно, что тут вот ему нужна помощь специалиста. Вот. И то же самое абсолютно так же должен быть информирован о деятельности пастыря и психолога. Он должен знать и основные положения из добротолюбия. Вот. На приходском консультировании мы обязательно читаем нашим будущим приходским психологам о том, о учении о страстях и все-все-все. Всю, можно сказать, основу аскетики. Для того, чтобы они представляли себе, что и как работает священная. Вот. Так что вот должно быть взаимная, как бы, информированность и понимание. Понимание, к чему надо подвести человека. К тому же бывают такие сложные проблемы, как, например, определенный страх или какая-то особая такая невротическая реакция у человека именно на церковь, именно на общение с батюшкой. Как уж она там сложилась, это другое дело. Вот. И тем не менее, вот, значит, христианский психолог никогда не скажет, ну и Бог с ним, и нечего туда ходить. Вот. Он понимает, что это тоже та область, где нужно человеку помочь, потому что глубоко убежден, что, говоря психологическим языком, это тот ресурс, от которого отказываться просто нельзя. Я имею в виду церковь и участие в таинстве. Поэтому у нас есть еще одна дисциплина психопатология религиозной жизни. Вот. Что касается... У меня просто вопрос был очень длинный, я сейчас... Что касается одержимости. Знаете, если человек исповедуется, причащается, вот, и тем не менее, вот, его родственники уверены, что он одержимый, вот, то, конечно, в поре задуматься о том, кто действительно одержимый. Они привели девушку в тяжелое положение, она беременная, и у нее шизофрения. Вот. И тем не менее, она выстояла накануне всю службу, длинную очередь исповедовалась. Вот. И она причастилась в этот день. Это был праздник. Служба была длинная, она тоже причастилась. Вечером воскресного этого дня они ее опять привели. Вот. В храм. И она стала вот... Ну, ей стало уже тяжело. Она, видимо, уже вот исчерпала какие-то свои силы, и вот она хотела все уйти. Вот. И я ему говорю, ну, отпустите ее. Вот. Она стала рваться, они ее повалили на землю, на пол придавили коленом, так сказать, запорно в земле и сказали, а нам сказали вязать ее, тащить в храм, а там пусть что хотят, то и делают. Пусть на нее святую воду льют, или молитвы над ней читают, пока из нее бес не выйдет. Я говорю, ну, она небесноватая. Поймите, ну, человек болен, и он устал. Любой бы устал накануне длинную всеночную, праздничную, так, соответственно, с литьей, со всем этим, да, с поимеемой, да, и здесь длиннейшая тоже служба. Ну, понятно, что отпустите ее просто. Вот. Если бы она была бесноватой, поверьте, ну, не причащалась бы она, и не исповедовалась бы. Вот. Так что вот есть какие-то вещи, которые просто очевидны, что это болезнь. Конечно, вот я могу сказать, что дай Бог каждому такого развлечения, какое было, скажем, у Иоанна Крестеркина, когда приводили к этому человеку, он говорил, ну, зачем он болезнь? С одного взгляда был достойный, ну, зачем же он просто больной человек, что не надо никакого отчетки, болезнь, отвези там, болезнь, в больничку. Понимаете? Вот. А за кого-то он брался и, значит, отчитывал. Вот. Сейчас, конечно, какая-то такая страшная путаница. Вот. Сейчас упорное в некоторых представлении, что вообще не бывает психических заболеваний. Вот. Ну, я могу сказать, что это представление, оно во всем мире идет. Это представление идет после вот, как бы, тяжелого периода такой репрессивной психиатрии, вот началось такое антигоспитальное движение. На волне этого движения был снят фильм и была выпущена книга Кена Кизи. Точно. И вот после этого началось вообще такое, что больницы вообще надо все ликвидировать. Вот. Что там, там человека только, так сказать, калечут. Вот. И как-то вот это мнение, оно и бытует среди духовенства, что вообще достаточно обойтись только экзорцизмом. И все. Ну, что я могу сказать на это? Ну, вот та практика, которая существует у нас, скажем, которая была осуждена уже на импорхиальном собрании, патриарх говорил, что иногда таким людям самим нужна отчитка, причем административная. Вот. Часто в погоне за дополнительным доходом устраивают массовые сеансы экзорцизма. Экзорцизм проводился, ну, не знаю, там могло быть много людей, священников, но даже человек семь, и один страждущий. Но так, чтобы вот пятьдесят человек, среди которых есть профессионально отчитываемые люди, они с одной отчитки едут на другую, к ним большой респект и уважение, потому что они создают такую атмосферу, что от этого научаются другие. Я знаю, что вот одна девушка с шизофренией, в которой были определенные какие-то свои симптомы, ну, вот ей то было больно, то как-то вот ее крутило, то она раскачивалась так немножко, все, ну, после сеанса экзорцизма в известном месте у известного человека, вот, не будем называть имена, вы и так знаете, о чем речь идет, вот, она стала лаять, ругаться матом, басом, то есть там появились все просто, вот, все таланты, вот. Ну, а кроме того, и реально бывает, что как бы общаться с бесноватым может духовно защищенным людям, а если туда свозят всех, вот, то можно и других потом получить в качестве бесноватых, вот. Я, например, категорически запрещал одной паре, они говорили, вот нас просят подвезти опять туда, вот, значит, там уже столько много, да, а тут эксклюзивно, он только для своих, там всего человек 20, он проводит еще дополнительно за особую цену, вот. Я говорю, ну, тогда отвезите и в машине сидите, что вам там делать? Ой, нет, значит, он сказал, что мы тоже пришли и что он нам скидку там даст или еще что-то, вот. А вечером супруга этого человека, который возил эту семью туда, вот, она открыла окно и только успела крикнуть «держи меня», вот, и муж ее держал. И она, говорит, вот, хорошо успела крикнуть, и она не понимала, что с ней, ну, какая-то неведомая сила тянула ее выброситься из окна. На следующий день она пошла исповедовалась, причастилась, покаялась в том, что она слушалась бабушку, вот, и когда они говорят, а он сказал, надо три раза отчитку делать, это вообще как будто уже магизм пошел, а что, одного раза надо? Давайте тогда и крестить будем по три раза, и причащать тоже по три раза, вот. Значит, и они уже проявили твердость, они категорически сказали, ну, автобусом доедете, собственно, для вас проблем нет. Вышел метро ВДНХ, сел в автобус и через 45 минут уже на месте, как проблем. Вот. Так что, вот, понимаете, и этот вопрос тоже очень тонкий. Вот. И вот представление о том, что психических заболеваний не бывает, а бывает только одержимости, это, в общем, тоже достаточно сильное преоблачение. Да, пошел. Я ответил? Да, спасибо. У меня такой вопрос по поводу православной психологии. У меня было тут близкий человек, страдал алкоголизмом, и я разговаривал с православным психологом, по поводу православным психологом, и я сто процентно гарантирую его вылечить. Вот, сто процентно гарантирую, но сколько для его близко хочется на пользу? Три месяца он пользовал этого близкого человека. Действительно, на глазах человек менялся, потому что там был какой-то матрас вибрирующий, там музыка, что-то еще. Вот. Первые два месяца было совсем так, что потом этот человек опять начал попивать. И врач, психолог, он опять попивает. Ну и что? Ну надо, чтобы он к священнику ходил. То есть, что получается, да? То есть, я православный психолог, вся моя функция в том, что я в какой-то момент снимаю соответственность и говорю, там, где у меня ничего не получилось, он должен пойти к священнику. Тот человек не пошел к священнику, потому что внутренне как бы он не был к этому готов, да? И все это не принесло никакого результата. Вот как он прокомментируется? То есть, где разница? То есть, если бы он пошел к психологу, тот бы не смог отправить этого больного к священнику. То есть, он должен был бы отвечать за свои слова. А так он просто в какой-то момент сказал, ну так, он же не пошел к священнику. Вот ничего и не получилось. Ну и может быть, он прав. Дело в том, что у нас существует определенная стратегия на этот счет. Потому что у нас такую сложную проблему, как зависимость, ее, так сказать, одним махом не решишь. Вот. Поэтому нужна серьезная работа человека самого, желательно по программе. Пока ничего лучше, чем программа «12 шагов», мы не знаем. «12 шагов» программы, которая получила одобрение обоих патриархов, предыдущего и текущего, получила, значит, одобрение митрополита Лариона Алфеева. Вот. Это та программа, которая возникла как церковная программа в очень интересной среде. Но, к сожалению, у меня там эти все материалы, у меня какая-то плохая памятное название. Короче говоря, это было то крыло англиканской церкви, которое было таким консервативным. То есть в англиканской церкви наравне с крылом таким вот новаторским появилось крыло консервативное, очень сильно консервативное такое, которое, ну, можно сказать, было даже ближе к католицизму. Вот. И вот именно в этом крыле епископальной церкви в Америке появились вот эти два человека. Это была легендарная встреча, когда один человек, почувствовав, что он тоже, я вот имена совсем не помню, мне надо опять залезать в мои бумаги. Вот. когда он почувствовал, что, ну, у него там сорвалась какая-то сделка, еще что-то, ему необходимо было просто поговорить. И он пришел в церковь и сказал, вот мне нужно поговорить с каким-то братом-алкоголиком, и все. Ну, они нашли этого брата-алкоголика. Вот там был то ли врач был, то ли еще кто-то, то ли музыкант, хирург, что-то, не помню такого. Короче говоря, он был жутко пьяный. Вот. Он приехал к нему домой, вначале долго-долго ждал, пока тот придет в себя, а потом они проговорили восемь часов. И вот с этой встречи началась вот эта группа, значит, анонимных алкоголиков. Группа двенадцатого. Потом они попросили священников вот из этой консервативной части англиканской церкви. Опять забыл, как это движение называется. Хайчорч? Нет. Это движение внутри Хайчорча. Вот. Который сформулировал принципы вот этой работы. И таким образом это была вначале совершенно узкоконфессиональная такая вот работа, программа. И потом, в силу ее большой успешности, эту программу адаптировали вообще вплоть до людей-агностиков. То есть для людей, которые считают себя неверующими в Бога. Но она оттуда. Такая хорошая, аскетическая программа двенадцать шагов, из которых седьмой шаг – это покаяние, там, нужно принести извинения как-то, ущерб разместить. То есть, ну, это переделка всей жизни человек. Вот. Поэтому мы обычно вот подходим так, к этой проблеме. То есть надо человека запустить в эту программу. Надо сделать для него, обеспечить ему психологическую возможность регулярно исповедоваться, причащаться и таким образом избегать тех стрессов, которые могут его вернуть обратно к его зависимому поведению. И лечить его психологические травмы, которые уже будут лечить я психолог. Знаете? И вот только когда все это вместе сложится… То есть мы сегодня знаем, удивительный пример, мы сегодня знаем человека, который, например, психолог, священник, автор книги, такого хэнтбук на каждый день, который основывает по всей стране общество, и они работают. То есть мы видим, что происходит полное оздоровление в личности человека. И поэтому, если применили какое-то одно звено, и оно не сработало, ну… Неужели вы думаете, что если бы вот проблема была только в каком-то одном маленьком этом, человек не вылез бы сам? Да вылез бы сам. А там, где проблема уже так глубоко зарыта, то тут нужны комплексные усилия многих специалистов. Это понятно. Просто поведение, это человек, это немножко того, что он просто ушел в ответственность и перестал дать дальнейшим участок в судьбе. Ну, вы знаете, существует определенная этика, по которой человек, по которой психолог, если у него что-то не получается, он должен отказаться от продолжения своей деятельности, помочь обеспечить связь с другим специалистом и предложить другие какие-то эти. И честно сказать, у меня не получается. Это нормально, это нормальная этическая так вещь. Допустим, человек работает там с определенными семейными проблемами, натыкается на травму, говорит, я с травмами не работаю. Вот я вам могу предложить такого-то специалиста, может быть, вот вы сами найдете кого-то. Я просто вот эти проблемы я не умею решать. Или, например, допустим, психолог говорит, знаете, я могу работать вот тет на тет, но не умею работать с парой. Такая моя специфика. Я вот работаю с одним супругом, потом с другим. Вот мне удается что-то сделать. Но здесь вот такая вещь, что нужно работать с вами двумями. А я этого не умею, это умеет делать вот такой человек. вот я вам могу рекомендовать. Это нормально. Это нормально. Вот. Конечно, легче всего сказать сам дурак и как бы сам дурак, вот, но, скажем, отказаться от продолжения практики честного. Это нормально. Еще вопросы есть? У меня небольшой вопрос. Мне кажется ли вам, что есть некая терминологическая путаница в отношении самого слова психология? Точно. Потому что на Западе это скорее что-то близкое к медицине. У нас до сих пор институт психологии в рамках Академии педагогических наук. Да. У нас пытаются развести эти два понятия следующим образом. У нас пытаются говорить о психологии и о психотерапии. Вот. И работу психолога пытаются назвать не психотерапией, а работой психолога. То есть он больше воспитанием. Да, консультируем. То есть и считается так, что психолог, он работает как бы с условно здоровыми людьми, а психотерапевт, он должен быть клиницист, психиатр, таблеточник и, так сказать, он работает с больными людьми. Вот. И психиатры очень борются за то, чтобы в лиду психотерапевтов не пускать никаких психологов. Пускать нормальных клинических психиатров с, значит, их арсеналом. Ну, собственно говоря, мы знаем, что, как это ни странно, но один из самых древних врачей уже наметил такой путь практики, как психологическое консультирование. Гиппократ сказал, что у врача три инструмента. «Нож, трава и слово». Под ножом он подразумевал хирургию, под травой он подразумевал не то что, а терапию, вот, а под словом он подразумевал психотерапию, психологию. Вот. Поэтому вот у нас где-то вот развлечение лежит вот здесь. Психиатрия, психотерапевты, психология, психологическое консультирование. Вот. Хотя часто бывает, что мы, так сказать, перескакиваем оттуда-туда, а они тоже оттуда-туда, но, наверное, где-то вот так. Но я могу сказать, что в новом стандарте психологии психотерапии нет. Консультирование есть, а психотерапии нет. То есть, в таком случае, если психологию именно в этом плане рассматривать, то очень легко можно говорить и о христианской, и иудейской, и мусульманской, какую угодно психологию. Психотерапия? Психиатрия? Нет, нет, не психиатрия, а именно, то есть, если рассматривать психологию в отрыве от психотерапии и… Как психологическую консультированию. Да. Вот именно там-то и нельзя. Да. Почему? А я только что показал. Почему? То есть, как бы, лечение словом… Да, вот я именно там показал, что лечение словом наиболее зависит от установок автора. То есть, вот там и можно говорить о христианской психологии, а вот психиатрия там вполне сойдет. Потому что все равно, кто прописывает транквилизаторами. Вот. Мусульманин или православный. Вот. Поэтому, если мы возьмем психиатрию и психотерапию, как психиатрическую деятельность, там совершенно уверенно, там все равно. А вот психология, как лечение словом, там не все равно. Потому что вот от этих установок очень многое зависит. Я вам могу сказать, что знаете, как интересно. Сегодня к христианским психологам, к православным психологам обращаются даже неверующие люди. И они объясняют почему. Потому что, они говорят, мы уверены в них. Это те люди, которые не будут нами манипулировать. Которые не будут манипулировать нашим сознанием. Который будет к нам относиться, как к человеку, уважая наше человеческое достоинство, наш путь, наши ошибки, так сказать, и так далее, и так далее. То есть сегодня получается, что благодаря своим принципам христианская психология становится очень даже востребованной даже у людей неверующих. Ну и понятно, что в данном случае у христианского психолога как бы меньше возможностей в том смысле, что он не может такому человеку неверующему порекомендовать участвовать в таинствах и привлекать такой ресурс мощный, как участие в таинствах. Это понятно. Но вот, тем не менее, вот это момент какой-то… То есть, возможно, скорее, скорее христианских психологов признают неверующие люди, чем, может быть, некоторые ведущие. А вы готовят кем-то психологию? Значит, в богословских вузах во всех психологического факультета нет. Ни в одной. Потому что кто же еще захочет какую проблему взваливать себе на голову? Кроме одного. Исторически только один богословский вуз за это взялся, когда трудами отца Андрея Лоргуса, психолога, был создан психологический факультет в сотрудничестве с МГУ, с психологами МГУ. Это он был создан в институте Иоанна Богослова. Потом, по таким тяжелым условиям исторически сложившимся, когда отца Андрея уволили оттуда, мы тоже все ушли оттуда. Вот, значит, факультет практически развалился, превратился в кафедру, институт тоже стал дышать наладом. Но вот, как бы с новыми силами, с передачей нового здания, с новым ректором, вот этот опыт решено было продолжать. И поэтому единственный психологический факультет богословского университета, православный университет, он существует, я его декан, отец Андрея, значит, наш преподаватель, мы с ним рокернулись, но он просто не может психологически. Это такая была травма, когда разваливали факультет, вот, что у него сильнее сердце болит, когда он об этом вспоминает. Но за это время, за это время, пока, значит, разваливали факультет, мы тоже работали. Был создан институт христианской психологии. Этот институт, он одновременно и научно-исследовательский, и образовательный. В этом институте существует повышение квалификации. То есть, где-то два года, примерно 150 часов, психологи, медработники имеют возможность получить сертификат христианского психолога. И одновременно там двигается как бы вот научная работа. Вот, в том числе существует очень интересная группа по проектированию института. То есть, группа, которая занимается тем, что изучает, а чем мы, собственно говоря, занимаемся, и чего нам делать дальше, и как нам строить наш институт дальше. Какие нам подразделения там или направления развивать. Существует международная ассоциация христианских психологов. Ее деятельность отражена на сайте нашего вот этого института. Вот. Издается электронный журнал христианских психологов. Вот. Там он переводится у нас на сайте, выкладывается уже в переводе. Каждый год дается какой-то одной стране. Христианские психологи, они так решили, что вот даем вот какой-то стране, и пусть все христианские психологи, все выложатся, все статьи свои выложатся. Вот. Сейчас год нашей страны. Так что вот сейчас создается номер наш. Проводится международный форум. Вот. Вот обо всех этих и существует, да, ну вот, значит, это как повышение квалификации. И вот обо всех новинках, значит, как бы вот нашей мысли христианско-психологической вы можете узнать на сайте института христианской психологии. Значит, у нас факультет, психологический факультет РПУ Российского православного университета, а это институт. Вот. Ну и… есть христианские психологи. Да. Ну вот, конечно, есть своя специфика. Я могу сказать, что вот почти нет никаких разногласий с христианскими, с католическими психологами, с психологами первой волны реформации конфессии, принадлежащей первой волны реформации, англикане, там, лютеране, проблемы с теми, которые принадлежат ко второй волны реформации. Ну, они не очень хотят, как бы, вступать в такое общение, потому что у них все-таки больше идет стремление такого не психологического консультирования, а библейского консультирования. То есть у них, как бы, там, больше дается установок на то, что вот есть проблема, прочел Библию, поступил, как там написано, ну и так далее. Ну, как бы, своя такая специфика. Вот. И они не очень-то, как бы, интересуются такой деятельностью. Поэтому, вот, не все конфессии сюда входят. Не все конфессии сюда входят. Вот. Я как-то был на одном таком занятии у протестантов, не говоря, значит, актуализация Библии. Что такое актуализация Библии? Записываем. Вопрос. Нет, не вопрос. Предложение. Пойдем-ка, друг, выпьем пиво. Возможные ответы. Все мне позволено, но не все полезно. Вино веселит в сердце человека. И что мы можем сказать об этих двух ответах? Какой правильный? Правильно. Никакой. Правильный ответ. Записываем. Не участвуйте в делах тьмы. Значит, еще раз записываем предложение. Пойдем, выпьем пиво. Ответ. Не участвуйте в делах тьмы. И вот так идет разработка. Вот. Никогда нельзя врать. Почему? Потому что это передается генетически. Авраам. Вот Авраам регулярно врал. Он про жилу говорил, что это его сестра. Результат плачевный. Его сын тоже стал врать. Вот. Ну, вот, понимаете, как-то это немножко нам и близко. Мы пробовали как-то найти контакты. Они не получились. Ну, ладно. Вот кто соединились, кто сошлись в решении этой проблемы. Вот, между прочим, во вчерашнем фильме Орден госпитальеров показывали. Мальтийский Орден. У них хорошая как бы программа по поддержанию христианства психологии. Серьезно они об этом задумываются. Вот. Вообще серьезная организация. Очень такая, ну, как-то, заслуживающая уважение. Вот. Посылы там хорошие. Все-таки, действительно, там очень сильный такой корритативный момент и такой вот идея такого рыцарского служения слабо. А она там хорошо звучит. Вот. Хотя вообще словосочетание Мальтийский Орден, по-моему, да, Орден госпитальера там вызывает у некоторых какие-то такие странные ассоциации. Нет, у вас не вызывает. Ну, вот. Поэтому вот что можно об этом сказать. Ну, и, наконец, существует еще такая творческая лаборатория. Вот. Творческая лаборатория, которая называется полилогия. Тут никому денег не платят. Вот. Собирается лаборатория сама раз в месяц на кафедре общей психологии факультета МГУ под руководством, значит, бракуса этой заведующей кафедры и одновременно научный руководитель нашего факультета. Вот. Собирается рабочая группа. Называется полилогия. Вот. Думали назвать христианская психология. Ну, чтобы уже не путаться, назвали полилогия. Что это до конца, мы не знаем. Слова латинские. Вот. Видимо, просто собрались и как-то с первого раза получилось. Монологов не получилось, диалогов не получилось. Получилось, что говорят все. Когда говорят все, слушайте, а как это называется? Когда говорят все и друг друга перебивали. Ну, как? Как рабочая группа? А как-то красиво это называется? И тут, конечно, у нас есть один большой теоретик. Его специально не допускают на практике. Он прекрасный знаток многих текстов. Он действительно от античных до наших. Он совершил подвиг научный. Он почувствовал, что что-то не то у Киркегора. Вот читает и говорит, не может быть, не мог он этого написать. И он выучил датский язык. И перевел Киркегора не как мы его переводили, с французского, а перевел его с датского. Уже две книжки вышло. И это действительно вот теперь аутентичный Киркегор. Вызлук. Вызлук. Вот. Так что вот молодой доцент одновременно нашего факультета и вот в кафедре общей психологии, и еще на философском факультете он преподает психологию философу. А нам заодно, нашим психологам заодно философию тоже. Вот у нас существует такое очень хорошее научно-студенческое общество. Вот, по-моему, сейчас они читали последнее, что они читали то ли пир, то ли теней. Так, огромное, объедливое. Вот. Интересно. Ну вот, человек бесплатно приходит, читает с ними тексты. Это здорово. Вот. То есть вот он-то и предложил это умное слово. То есть полилогия – это когда все говорят и все друг друга перебивали. Это называется полилогия. Вот и вот наша рабочая глава называется очень красиво. Полилогия. Есть у нас, так сказать, кровля. Это психолог-метрополит Игнатий Хабаровский, вот, который сделал нашу полилогию патриархальной комиссией по психологии. Последнее, чем мы занимаемся, это мы занимаемся проблемой возвращения психологии в духовные училища, в духовные школы. Потому что психология всегда там была. Первый психолог, естественно, научный, это был священник Михаил Кондорский. Вот. И практически, ну вот, до вехти, ну, в общем, до, понятно, физиологической школы психологии, практически психология в основном базировалась в духовных школах. Вот. И сейчас вот существует попытка вернуть психологию в духовную школу, идет разработка учебника и учебной программы для семинаров. Ну вот, я вроде вам обрисовал актуально. То есть, в общем, раз-два и отчелся. Нет, существует еще какие-то очень интересные группы. Вот. Это христианские психологи с Украины. Они приезжают. Называется у них это Свято-Сергиевская Богословская Академия, которая благословлена там, значит, в зарубежной церкви, еще что-то. Туда входят все имена. Когда людей спрашиваешь, они говорят, что мы таких не знаем, но они там все входят. Мы долго пытались, например, шаховцев, но правда, говорит, кто-то разговаривал со мной. Ну, помню сейчас уже о чем. Вот. У них комната есть на Ярославском шоссе, и они там собирают очень большие урожаи по части семинаров, поселения там, психологии, еще что-то. Так что вот, существует мощная группа украинских христианских психологов, работающих в Москве. Вот. Под сайтом Свято-Сербийское Богословское Академие. Вот. Ну, они на нас не выходят. Все попытки нанести, тоже успеха не уничал. Но вроде все-таки вот там два с половиной психолога есть. Не работающих. А остальные психологи, не работающие. В общем, вы понимаете, что, почему нам еще пришлось все-таки взяться за это дело, потому что мы поняли, что, как ни странно, несмотря на все такое вот отрицательное отношение к христианской психологии, это одновременно и бренд, которым сейчас очень хотят многие воспользоваться. и поэтому мы решили напряжься и это все вернуть в нормальное академическое русло. Вот. Со всеми последствиями для здоровья. Ещё вопросы, да? Позвольте вопросы. Он возник, походу, и немножко сослучит с вопросом первого вопрошающего. Ну, если православие говорит о том, что каков человек должен быть, и говорится о том, что не должно быть таких и таких страстей. Ну, это, знаете, такое доброе пожелание. Мы все понимаем, что человек в своей природе не может быть таковым и не является таковым. Другое дело, дать ответ на вопрос, как таковым человеком стать. Вот. И в этом случае, в этом случае есть один момент. Вот. И иногда и очевидно, и, например, мы не будем скрывать католический костёл, и в проповеди говорится о том, что должна быть, должен быть страх Божий, должна быть Богомоязнь, и порой именно она должна быть внушаемой человеку, то есть это может быть приниматься или нет приниматься, но с точки зрения психологии и православной психологии, это что, внушение комплекса в этом случае? По-разному. Для кого-то это может быть продуктивным страхом, для кого-то продуктивен страх Божий. Это все-таки другая вещь. Вот. У нас был по этому общепсихологический семинар, приезжал батюшка из Помбельгии, у которого целая работа на этот счёт о страхе Божьем. И вот на общепсихологическом московском семинаре он выступал о страхе, о страхе Божьем. Вот. Поэтому, если у человека фобии и страхи, внушать ему страх, это может быть не совсем разумно. А помогать человеку обрести страх Божий, то есть тот страх, который побеждает все другие страхи, это, я думаю, продуктивно. Вот. Поэтому. Ну, абстрактно на этот вопрос не ответишь. Это всё так. Просто я просто правильно заметил, и я хотел бы объяснить на необходимое дополнение, что требуется как бы именно то направление человека, чтобы он имел как раз таки страх отбать от благодати Божьей, от благодати, которая сохраняется в церкви. Когда человек не имеет понятия заповедей, то и они для него что-то... Есть человеческие заповеди, а есть Божьи заповеди, они определенные, мы их можем прочитать, как он их называет. Вот. И вот в таком случае, как бы, мне очень вспоминается, я слушал про поведение Александра Миния, он говорил о том, он как раз в этот переломный момент работал, запомнилось, что когда он начинал работать у людей, которые пришли из Советского Союза, было понимание очень расширенное ко многим вещам, а потом оно как бы изменялось, и люди становились более благоязненными, более праведными, и они не направлялись на это. То есть говорится о том, что эта работа должна проводиться. Вот. И я в таком случае просто вынужден защищать эту позицию, я же не имел в виду, что костюм проповедует именно что-то иное, внушение фобии. Идут два миссионера, приходят в деревню. А, вначале они едут просто в деревню. А там уже одна колейка, уже дальше, ну, просто тупик, и дальше надо ехать на повозке. Ну, они едут на повозке, и один миссионер другого толкает и говорит, давай, православный, естественно, миссионер. Я о других миссионерах не рассказываю. Только про своих. И он толкает другой, говорит, начинай. Сам начинай. Нет, начинай. Ну, почему все время я? Все время я. Сам начинай. Ну, хорошо. Я начну, а ты докончишь. А что, брат, готов ли ты к смерти? А вот, когда они уже приехали в деревню, то тогда, значит, ну, правда, не сразу приехали. Возница убежала. Потом, правда, вернулся за лошадью. Ну, сжарился и привез их до этого места. А когда они по деревне шли, видят бабка, воду из колодца достает, они говорят, старуха, веруешь ли ты во единую святую соборную апостольскую церковь? Они говорят, ой, а как это? И даже ведро уронило в колодец от неожиданности. Они говорят, ну, как, как? Ну, в муки вечные! Вот. Поэтому я думаю, что о продуктивности можно тоже говорить. Вот. Но хочется сказать только одно. Да, страшно впасть в руки Бога живого. Вот. Я всегда добавляю, но еще страшнее выпасть. Вот. Поэтому в этом смысле вы правы. Вот. Что касается долженствования, то тут все-таки нас успокаивает следующее. Но, если честно, положить руку на сердце. Ну, психологи других школ тоже имеют где-то этот образ того, как должно, как не должно. То есть все-таки не будем себя сильно ругать за то, что у нас есть представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. вот. В принципе, они есть у любого. Психолога и любой психолог так или иначе будет воспринимать какое-то поведение проблемным и проблемой, с которой нужно работать. Еще вопросы есть? Спасибо. 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 Спасибо.